Для примера несколько цифр. На сегодняшний день в Татарстане от коронавируса умерло 16 человек. От пневмонии только за три первых месяца 2020-го – 110. При этом часто воспаление легких вызывают не только вирусы, но и бактерии. В 60% случаев – это пневмококи. Пневмококи – вид бактерий из рода стрептококков. В остальных случаях – другие микроорганизмы. Вирусная пневмония вызывается вирусами гриппа и ОРВИ. И обычно, как в случаях бактериального поражения легких, это происходит в осенне-зимний период. Однако зима давно прошла. На дворе уже июль. А ситуация с пневмонией в Татарстане не улучшается. Только в больницах Набережных Челнов находятся около 1000 пациентов с вирусной пневмонией и ОРВИ. Как с этим обстоят дела в Нижнекамске, нефтехимедия рассказала руководитель управления здравоохранения по Нижнекамскому району Венера Рахимова. У нас пневмония на сегодняшний день увеличилась, если брать в июнь прошлого года и июнь этого года в 7 раз. То есть лето, июнь, хотя у нас всегда встречаются они круглый год пневмонии. Какой-то сезон меньше, какой-то больше. Соответственно, летом меньше болеет пневмония, хотя тоже болеет. Но, тем не менее, в июне этого года в 7 раз больше пневмонии регистрируется, чем в прошлом году. Мы связываем это с текущим состоянием. Это то, что сейчас есть коронавирусная инфекция, которая осложняется пневмонией двусторонней вирусной. При этом Венера Рашидовна уточняет, что вирусные инфекции встречаются не только при коронавирусе. Каждый год лечат от вирусных инфекций других этиологий и говорит, что это только коронавирус неправильно. При поступлении пациентов, естественно, производим забор мазков. Когда приходит результат мазка, у пациента либо положительный анализ, либо отрицательный. И, соответственно, эти пациенты разделяются поэтажно. То есть, у кого положительный анализ, у кого отрицательный. А теперь еще несколько цифр, которые привела Венера Рахимова. С начала года пневмониями переболели 860 жителей города и района. В прошлом году заболевших было 1800. Но сегодня болезнь протекает тяжелее. Ее не сравнить даже с гриппом H1N1. Здесь болезнь течет непредсказуемо. Бывает, что пациенту хорошо становится на каком-то этапе, и потом через некоторое время ухудшение. То есть, такие случаи тоже мы наблюдаем. Поэтому пристальное внимание и пристальное каждодневное наблюдение за пациентом – это обязательно. То есть, дистанционное на дому и, соответственно, в стационаре. О заразности пневмоний, вернее, вирусных инфекций, которые становятся причиной воспаления легких, врачи говорят одно. Все вирусные инфекции заразны. Будь то ОРЗ, ОРВИ, грипп или любые другие. И чтобы избежать болезни, нужно беречься самому и беречь близких людей. А как это делать, мы уже знаем. Эпидемия коронавируса научила. С чем же именно связан рост заболеваний, врачи объяснять не берутся. Они оперируют цифрами и фактами и лечат уже заболевших. Возможно, это связано с прохладной погодой. Возможно, с послаблением режима самоизоляции гадать сложно. Но в нашем отдельно взятом городе ситуация с вирусными инфекциями такая же, как в Татарстане и в целом по стране. Спрогнозировать ее довольно сложно. Катерина Короленко, Вадим Риховский, Марина Чернышкова, Энмедиа.